Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 июня. Я вчера говорила, что буду обрабатывать свои огурцы от мучнистой росы. Ну вообще просто профилактическая такая обработка от грибковых заболеваний. Но так как вчера было сильно жарко, я к вечеру уже не захотелось не делать. Устала сегодня рано утром. Сейчас буду обрабатывать и немножко вам несколько слов расскажу об этой обработке. Ну вот это у меня огурцы для раннего урожая, то есть те, которые мы уже кушаем. И я уже вчера говорила, что и в качестве подкормок, и в качестве обработок от всех насекомых-предителей, и в качестве обработок от грибковых заболеваний, огурцы у нас стоят на особом месте. И мы вот в качестве вот этих препаратов выбираем уже более тщательно, с осторожностью, потому что у нас плоды тут очень быстро формируются и созревают. И как я уже вчера говорила, что сегодня, чем сегодня мы польем и обработаем, уже завтра будет на нашем столе, потому что за сутки, за двое новые корнишончики, ну не корнишончики, а вот новые вот эти плоды, они не все, конечно, корнишончики, есть и большие. Новые плоды очень быстро образовываются. Вот вчера эти плоды были еще вроде маленькие, сегодня я их сняла, они уже вот такие. Перед обработкой я, конечно, все взрослые плоды убираю, но можно было бы и не убирать, потому что вот этот бактофит, которым я буду обрабатывать, он считается натуральным, микробиологический препарат. Через один день, через сутки после обработки огурцов, можно уже будет их кушать. Я не буду сильно удлинять, вот он, мучнистая роса здесь написано, но фитофтора, конечно, нам не нужна, это в случае с томатами. Самая главная, вот такая болезнь, которая очень часто возникает у нас, это мучнистая роса. Я иногда даже не жду каких-то первых признаков, чтобы увидеть вот эту вот, такую как белый налет или что-то, делаю профилактические обработки. Вот это у меня тоже будет профилактическое. Если мы здесь найдем огурцы, вот в инструкции, тут написано огурцы, мучнистая роса, 10 грамм на полтора литра воды. Все. Очень простая, как рецепт приготовления, вот этот порошок, он похож на дрожжи, на сухие. Я вылила в воду, все залила сейчас в маленький опрыскиватель и буду брызгать. Когда люди видят, что я опрыскиваю маленьким обрызгивателем, многие говорят, что им тяжело, нужно же с насосом брать или с накачивателем. У меня есть всякие, я объясню, почему я пользуюсь именно вот этим. Им очень удобно, потому что, например, в случае с огурцами, нужно еще опрыскивать вот эту вот нижнюю сторону. И она вот эта мобильная, он такой. Я из большой бутылки, сейчас покажу. У меня в большой бутылке, из большой бутылки я подливаю вот в эту маленькую. А, забыла сказать, что после разведения обязательно фильтрую через леечку. И вот хочу дать совет, кто не может приспособиться, через что профильтровать. Очень удобно вот этот подследник женский. Покупаю, когда следики, специально пару покупаю для фильтровки вот этих препаратов. Он прям на лейку, он же с резиночкой, плотно так насаживается. Через него льешь. Он все, ну все крупинки, которые не растворились, иногда бывает не растворяются. Он их от этого, ну как, отфильтровывает. Ну все, и обработка, конечно, очень-очень проста. Я сначала обрабатываю, вот сейчас камеру положу, вот так рукой поднимаю лист. И туда, в нижнюю сторону. Потом перейду на верхнюю. Сильно не заливаю, чтобы капельки оставались на листиках. Обработаю верхнюю сторону. И в случае с мучнистой росой, обрабатываю все стволики, вот эти вот как, не только листики, но и вот эти черешки до самого-самого низа. Даже внизу, вот здесь, тоже опрыскиваю. Все, это вот очень простая обработка. Ну и в качестве, не обязательно, вот я использовала бактофит. Не обязательно бактофит. Используют другие препараты микробиологические. Главное, что мы все знаем, что лечить заболевание, когда оно уже возникает, его намного сложнее, чем предупредить. Одна-две вот таких обработок в месяц, возможно, избавит вас от появления вот таких вот нехороших симптомов. Например, мучнистая роса. Есть еще перенос. Ну, короче, еще на букву по заболеванию. Я не могу его никак выговорить. Но вот я обрабатываю, когда еще нет у меня видимых причин беспокоиться. Потому что потом, когда будут видимые причины, будет намного сложнее. У меня вообще вот с ранними огурцами проблем нет. Единственная проблема, что они выросли очень великанские. Они не только вот эти вот огромные листья, которые... Сейчас, подождите. Я вам показывала, что вот моя рука по сравнению с листом вот такая. Ну, это ужас. Огромные листья. Они еще и в высоту великаны. Вот у меня вот этот вот стеллаж полтора метра. Представьте, два метра. Два с половиной. Я не знаю, как я их буду там собирать. Они уже до трехметровой отметки почти дошли. И дело в том, что некоторые вот как приспускают огурцы, мне и приспускать их нельзя. Они только вошли в фазу плодоношения. И вот представьте, буду брать стремянку и лазить туда за огурцами. Не знаю, куда их дальше формировать. Вот он идет и идет вверх. И они, главное, все такие сильные. Ну все, я сейчас буду обрабатывать. Это, конечно, видеоролик. Ничего нового вы в нем не увидели. Просто он будет как напоминание, что, возможно, у кого ранние огурцы есть, то уже нужно подумать про обработки от различных вот этих заболеваний, которых еще, конечно, нет в помине. Еще рано, все еще у нас хорошо. Но когда наступает уже все плохо, то будет труднее бороться с болезнью. Все, до свидания. Продолжение следует...